Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для арсенала. Для этого нам, как всегда, потребуется чит. Буду использовать Star. Также ссылочка на него, как всегда, будет в описании. Первым делом нам нужно нажать на кнопочку Inject, нажимаем и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Довольно долго это все происходит, но ничего, в принципе, можно подождать. Также, если по истечении минуты, смотрите, у вас появилось вот это окно, пустое, черное, и ничего дальше не происходит, чтобы оно пропало, вам нужно навестись мышкой на нижнюю панель задач на иконку Роблокса и нажать крестик через нее. Далее, после этого еще раз нажимаем Inject и ждем, пока заинжектимся. Так, все отлично, в этот раз получилось. Вставляем сюда скрипт и нажимаем кнопочку Exclude. Все, вот он появился. Сразу скажу, что здесь нет быстрой перезарядки, то есть ее тут вообще, в принципе, нет. Тут есть функция, получается, AIMA и функция SP. В принципе, самые основные стандартные функции. Этот скрипт, скорее всего, больше сделан под тех людей, кто не сильно хочет читерить, но одновременно хочет поиграть с читами. В принципе, давайте я вам сейчас покажу. Значит, включаем функцию Select AIMBOT. Далее, где ползунок, первые два ползунка ставим на максимум. Далее, включаем TeamCheck. Потом заходим в Visual. И здесь включаем, получается, три функции. Самые первые. Все отлично. В принципе, основные функции включили, которые нам нужны. Также есть, помимо этих функций, еще есть очень много других. В принципе, сами, я думаю, их сможете проверить. Может быть, некоторые сейчас посмотрим. Ну и, короче, в чем суть? Смотрите. AIMBOT через стену тоже не работает. Чтобы AIMBOT сработал, он работает на голову. Нам нужно выйти из стены. И, как видите, я сразу убил соперника в голову. Вот здесь их много. Давайте, в принципе, быстренько их убьем всех. Ага, и последний он не успел убить. Ну и вот так, в принципе, это работает. То есть, через стены вы тоже убивать не можете. Вы можете убить только, когда видите противника у себя на экране. Если вы его не видите, то, естественно, у вас не получится его никак убить. Вот. Это специально, в принципе, я думаю, сделано. Мне кажется, так даже веселее играть. В принципе, особо сильно даже не читрите. И вот здесь не получилось. Вот. В принципе, я думаю, прикольный скрит. Кто именно хочет сам поиграть. Типа без читов. Но одновременно видеть соперников и убивать их в голову. Так, давайте его сейчас убьем. И посмотрим другие функции. Какие здесь есть. Есть функция анти-AIM. Как я понимаю, это чтобы меня не убивали. Ага, меня убили. Либо же она как-то по-другому работает. Я уже, честно, не знаю. Не помню. Так. Давайте посмотрим, может быть, прикольную функцию еще какую-нибудь найдем. Ну, тут в основном, получается, остались только настройки. Также настройки цвета. Visual. Тут есть какой-то чемс. Не знаю, как он переводится, если честно. А, это получается, чтобы я видел оружие свое. Грубо говоря. Скорее всего, так это работает. Но до сих пор не понял. Ладно. Если что, с английским у меня не очень. Не знаю, как переводится. Но я думаю, кто знает, тот поймет. Так. Тут можно, получается, выбрать цвет для оружия. Как я понял, это, типа, работает, скорее всего, как скин-ченджер. То есть, допустим, включаем мы эту с вами функцию. Где она тут у нас? И здесь можно выбрать цвет, который вы хотите. Давайте проверим, получится у меня или нет. Допустим, синий цвет. Да, как видите, работает. Получается, работает, типа, как скин-ченджер. Ну, прикольно. Дальше. Здесь по функциям, в принципе, вроде ничего интересного не осталось. Идем дальше. Анти-аим давайте включим. Посмотрим, что он будет делать. И выключим анимацию какую-то. Так, все готово. Ну, вроде бы как, ничего особо-то и не поменялось. Так, отлично. Всех убиваю в голову, как видите. Но, единственное, что неудобно, то, что тут нету быстрой перезарядки. Либо же, чтобы ее вообще не было у вас. То есть, чтобы вы, допустим, без остановки стреляли. К сожалению, тут вроде бы этой функции нету. Либо я просто не нашел. Ну, в принципе, я думаю, вы поиграете, посмотрите все функции, может быть, ее найдете. Возможно, она тут даже есть. Вот, в принципе, вот такой скрипт. Довольно прикольный я для вас нашел. На этом буду заканчивать. С вами, как всегда, был Исбан. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok